Подожди Всем здорова, с вами Макс Борода Сегодня я вам покажу рабочую лошадку С характером, с душой, с харизмой Встречайте, Toyota Tacoma TRD Offroad Tacoma выпускается с 95-го года А это значит уже 30 лет без одного Спасибо Анне Степановне, моей учительце по математике Что я такой умный Давайте немного уделим внимание Экстерьеру этого автомобиля, он этого достоин По мне так, этот автомобиль смотрится очень гармонично И в принципе гармонично Его название TRD Offroad с картинкой Машина смотрится по мне как питбуль Чем-то на Ford Raptor похоже Очень брутально все по-мужски LED-оптика, агрессивная решетка Вот такие вставки пластиковые сочетаются классно С агрессивными расширителями Радар активного круиз-контроля Одна из четырех камер кругового обзора Диски TRD 70-я резина, которая будет вам прощать все кочки неровности Будет поглощать удары TRD у нас пороги силовые Отделаны LineX, комфортный доступ В зеркалах также камеры Наклейка TRD Offroad, которая дает аж 20 лошадей на каждое колесо Забыл рассказать маленькие нюансы Судя по цвету стоек, вы, наверное, догадались, что здесь стоит бельштайн Уважаемая подвеска, проверенная годами, десятилетиями Которая стоит также на Рэме, на Рэбелле С хорошим ходом, не оставит вас в трудную минуту В лесу, на грунте, в ямах В общем, рекомендую А сейчас прокатимся По нашему замечательному Санкт-Петербургу Почувствуем машину в потоке И расскажем немного истории Поехали Итак, поджопу у нас сегодня Такома Продается не только в США и Канаде Но и на каких-то островах На островах Новой Каледонии Если хотите выпуск с Новой Каледонии Ставьте лайк и присылайте деньги на карту на поездку В четвертом поколении Такома перебралась на новую платформу Обзавелась гибридная силовая остановка и несколькими новыми исполнениями В нашем же случае у нас мотор 2.4 с турбинкой 282 силы и 80-ступенчатая коробка автомат А есть еще механика Интересно, не механики бодренько наваливать тоже Машинка рамная у нас Тут усилены поперечины Сзади добавлена площадка Подреечный домкрат А еще где-то прочитал Что машина эта создана Называют Baddest adventure машин Да-да-да Засранская машина для путешествий Короче Нет Для засранцев именно Ну типа для этих чуваков, кто плохо себя ведет На самом деле, да, вот TRD Offroad, TRD Pro Даже Нехороший человек, блин, подрезан Игорек, прокуратура Вот это, кстати, БДС нас подрезан, да? Нет, это мазафакер Блин, сложно снимать, конечно, в городе Потому что куча редисок ездит вокруг Видно прекрасно, что дизайнеры при создании этого автомобиля Опирались на ДНК-модели, да? И по эстетике вот на трофи-траки какие-то Для гонок бая Очень много видосов есть в Ютубе Где заряженные такомы шпилят по пустыне где-нибудь Есть небольшой крен, но крен хорошо контролируемый В принципе, не пугает, да? У того же самого от RX тоже есть крен там И у Раптора, у Раптора еще больше Но машина очень стабильно себя ведет В поворотах А мы приехали в очко дьявола какое-то Нереально И сейчас будем стоять долго, видимо По пробочкам нормалек, комфортно Сидишь немного выше других Подвес, кстати, очень мягкая Если сравнивать эту машину А это, в принципе, прямой аналог Хайлюксу Ну, Хайлюкс, конечно, по комфорту Это рубленая топором машина, наверное, Хайлюкс Перевозить убивает Здесь же машина дает и какие-то эмоции вам положительные Также можно на ней работать у такомы ТРД Офрод – самая большая грузоподъемность Вот, соответственно, это рабочая лошадка Тагома ТРД Офрод Единственная, между прочим, в России Да, мы ее привезли Аналогов продажи нет Есть обычные такомы Мы любим продавать новые машинки Мы это умеем и в этом волочом Сразу же люди попросили снять обзор На этот автомобиль, потому что автомобили редки К Тойоте у нас интерес больше, чем к Рэмам И ко всему остальному Касаемо медийки Потому что видео стоит Видео стоит, и мы всегда набираем Почему-то больше просмотров Чем любая другая марка Приколите, какая здесь колоночка есть Акустика из джебель стоит Нажимаем на кнопочку И случается такое чудо В старые добрые времена Эта колонка уехала бы с Авито Итак, пилим, короче Закрепили гоупрошечки Закрепили гоупрошечки На бачок Дабы посмотреть, как работает подвеска В городском оф-роде И выезжаем На конюшину На брусчаточку старинку Блин, в городе что-то какое-то фиаско творится Просто ужас Снимаем обзор Как круто стоять в пробках На разных машинах Выбирайте пробки по России Пробки Москвы, Питера Краснодар Будем бабахать чисто пояркие пробки Слушай, мягкая машина Мягкая машина, приятно Здесь в ходе В комплектации в этой Отделка пластиком Как у ТРД ПРО идет Торпеды, допустим Дверные карты Специально это предусмотрели Автомобили эти В основном эксплуатируют В полевых условиях Чтобы не поцарапать ничего А здесь что, пыль стряхнул Вплоть до того, что Амир Керхером сбивает с двери Всю эту срань И в то же самое Опциональном автомобиле Этот неплохо исполнен Дату вентиляции Подогревы Акустика JBL Камеры Активный круиз Все предупреждалки Удержание в полосе Кстати, да Шмот на что брать И Хоть здесь пластик Здесь пластик Но Шибко ничего так и не гремит Я не слышу Из-за посторонних звуков А здесь шумки В принципе Дополнительные Никакого не сделаны Соответственно Салон собран качественно Руль у нас Перфорированный Удобный Хорошая анатомика Громадный монитор Да, он антибликовый У нас получается Солнце светит когда О Отлично Так, нам направо Здесь можно разжахнуть Ездим по городу Мы на заднем приводе Есть еще полный Полный Пониженный Есть блокировка В нашей комплектации Заднего моста Это камера Кругового обзора А это блокировка Заднего Неразрезного моста Были для работяжки Для Toyota Кстати На шпигованном Вообще не кисло Я так хочу сказать С левой стороны Тоже потом покажем Выведены Дополнительные выходы AUX Под установку ДОП-оборудования Очень круто Не надо Голосить Какие-то всраты кнопки И как у TRD Pro У нас красная кнопка идет Красная опасная Или красная быстрая Если честно Когда эту машину получили Я просто в нее сел Впечатления были у меня такие Себе Ну не плевался Как бы Но Сомнительно А сейчас прокатился немного И Ну уровень Уровень нормальный такой Хотелось бы Жигануть на ней Еще конкретно Да Но машина новая Абсолютно С пробегом 70 км Сейчас Что-то мы еще По городу намотаем Рука не поднимется Да И машина Не дешевая Все равно Стоит на вас За 9 900 продается Разбивайте копилочки Доволь в гости Ну наша любимая рубрика Это Отзывы О модели С интернета И мы их обсасываем Минусы Мощный мотор И высокий клиренс Провоцирует пошалить Блин Ну то ли пенсионер писал То ли Скучный чувак Но все равно Спасибо тебе Да Мотор мощный Прием очень круто чувствуется В общем я с ним согласен Чуваком Другой пишет Универсальный автомобиль На все случаи жизни Ремонтопригодный Купил себе Свежую такому А от 2012 года Продаю А пишет Что задний борт гремит Лечится резиновой лентой С Алиэкспресса Ну и слон не кожа А ткань А у нас кожа Это видимо У него комплектация Душная какая-то Может поэтому что-то гремит Видимо у человека Да Она в SR5 комплектации Они были в SR5 То есть Ну там да Там вообще Ну мы сейчас по конюшиной Кстати проехали Ни хрена У нас не гремит Надернутый Акустический комфорт Проходимость Неплохая управляемость В сравнении с Land Cruiser Prada Качество отделочных материалов Все будет в коже там Здесь же TRD Offroad TRD Pro Да Здесь как бы Это Аскет Но это боевик Ё-моё Эта машина сделана Чтобы леса топтать Там Грязь месить Не путать с глиной Людям ростом Выше 190 мм Некомфортная посадка На водительском месте Ну и что могу сказать Люди кто выше 190 Не покупайте такому Купите Рэм Или Раптор себе Или Тундру Если уж на то пошло Если любите Тойоту Легкий автомобиль За счет этого Неплохая проходимость В стоке Если немного Приподнять за счет Лифт комплекта Можно вкатить 285 резину Тем самым Увеличить циклиность Отрицательно влияет На ходовые качества Все равно И на подвеску Да Удобные передние сидения Согласен Комфортно ездить На дальние расстояния Кстати да Вот я Один раз в Берлин Поехал На Land Cruiser 200 Я проклял Вообще все просто Да И в руле И так и так Я переплевался Перехаркался Я ноги на торпеду Клал короче Куда только не клал Это было вообще ад Я не знаю Но комфортно Да Есть какие-то Боковая поддержка Не очень удобно Сидеть с задним пассажиром Ну это небольшой пикап Да Какие-то есть неудобства На дальники В принципе Я вообще не люблю Задить ездить В рулевой рейке Присутствует люфт Ну я езжу Еду Вот Ну посмотри Давай Люфт Малейшее какое-то движение рулем И машина слушается Да Она чуть кренится Но Ну не скажу Что-то жопа выкается Каждый покупает машину Под свои цели В нашем случае Для ежедневной езды Да Кому может быть Вот Тундра Это большая машина Как в ней в городе Как по городу Ездить Как парковаться Вот пожалуйста Возьми такому Которая и резвая И проходимая Туражащей рукой Ты вот облачного пленны И та что согласна Ехать со мной Тоже является частью вселенной Тоже является частью вселенной Тоже является частью вселенной Итак, ребят Давайте заглянем В кузов таком Что за отделка И что там вообще есть От чего нету Отделан пластиком Это вкладыш Который После того Кого изнашивают Легко меняется Сейчас проверим Трещит ли крышка И сколько она выдерживает Полет нормальный Чувак в комментариях Нам начисал С три короба Здесь у нас сухой карман С розеткой 12-ти вольтовой С USB Type-C Если вас погрузили в багажник В какую-то телегу Телефон всегда на связи будет Здесь розетка 115 вольт Сухой кармашек Но не очень сухой Если честно Также есть допсвет Форточка И в принципе Все что нужно Для нормальной эксплуатации Пикапчика Бодрого Видели такое? Это крепление Под домкрат Для хайджека Давайте пройдемся Немного по Кнопочкам Так сказать Да Там Автомобиля Кнопки Мелкая деталь Приятные на ощупь Мы с Антоном Не можем подобрать слово Накидать что-то в комментариях Постоянно их трогаем за кадром Да Несмотря на то Что это машина Да Вот там Типа для бездорожья Здесь Есть опции таких Вентиляции сидений Подогрев Понятное дело Удержание в полосе Есть Крутая очень опция Вообще Не везде конечно Канает это у нас И булки расслаблять нельзя Потому что можно уехать Куда-нибудь в отбойник Или в соседнюю машинку Оформление Ну на любителя конечно Все очень хорошо видно Полный привод у нас Постоянный есть Ну подключаем Как подключаем Да Через муфту Есть задний привод Это очень классно И комфорта Когда Он отключается Передний И эконом не по топливу Ручник автоматически Беспроводная зарядочка Выход Type-C Розетка В принципе Здесь ну как бы Скучно уже Все как у всех Автомобилей Не скучно А в плане Скучно рассказывать Вообще Для меня наверное Два таких самых Интересных решения В этой машине Которые я никогда Не видел нигде Колонки GBL Которые можно вытащить Ну в гладиаторе я видел Я видел в гладиаторе Такую колонку Она находится За задним сиденьем И офигенское решение Недорогое И прям охрененное Сзади два крепления Слева справа Площадки для хайджека Блин Это просто топ Ну и в принципе Здесь там по дизайну У нас Немного необычно Вот здесь дефлекторы Выходят Опять же нужно Отдать должное Сборке Этого автомобиля Поскольку здесь Пластиковое все И оно Не гремит Не трещит Круто Круто Мне очень нравится А ну-ка Давай-ка Копов нет Копов нет Отличного Вот это мы бандиты Вообще просто Итак Немного еще Об этом автомобиля Снимая другой пикап Типа тундру Или форд какой-нибудь Это не важно Раптор Или просто В 150-х Я привык Сравнивать С рэмом Не в качестве Специалиста Да В качестве Юзера обычного Как вы там Любителя И у самого У меня наконец-таки Рэм Эту машину С рэмом Сравнить Наверное Нельзя Это немного Другой Класс Да Пикап Наверное Среднеразмерный Как в начале Видео сказали Это Хайлюкс Это Этой 200 Ну Этой 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 Я Допустим Для меня Показатель Я в райме езжу Улыбаюсь Постоянно Как дурачок Я думаю Покупатель Этого Автомобиля Будет Испытывать То же самое В машине Есть И харизма И характер И фукурузу Можно на ней Заехать Для этого Ребята Из инжиниринга Тойоты Познакомились Позаботились Вот Здесь Старая Проверенная Марка Тойота Всем все Доказала Бывают Нюансы В машинах Там Где-то Тормоза Нужно Доставить Переделать Здесь Все сбалансировано Свои задачи Будет Выполнять Радовать Сказать Больше Нечего Своих Бабок Стоит Жалко Что Не затестить Ее По переченочке Как мы Тестили Раптора В Дубай Данту Ну Все Туши Камер Итак Ребята Обзор Этого Зверя Подошел К концу Первое Впечатление Полностью Мое Растворилось Оно было Отрицательным Офигенная Машина С характером С харизмой Которая Будет вас Радовать Доставлять Удовольствие От езды От эмоций Вот В общем Я думал Изначально Что это Хайлюкс Только яйца Профит Для американского Рына Нет Ни хрена Не так Вот Тачка С характером Идеально Продумана Для дальних Трипов Для небольшого Офрода Всех Любителей Автомобилей Я жду У себя В шоуруме Даже Если Сейчас У вас Нет Бабок Все равно Приезжайте Пощупайте Потрогайте Заведем Вместе А может Быть И прокатимся На моем Рэйме Купите Через год Через два Будет У вас Хорошая Мотивация Двигаться Вверх Зарабатывать Бабульки Чтобы прийти И отовариться В моем Пикап Центре Всех Обнял Приподнял Жду В гости